Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видео уроке я хочу показать вам, как можно сделать очень быстро и легко свой собственный баннер. Вы, наверное, знаете, что для того, чтобы создать баннер, можно пойти несколькими путями. Первое – это заказать у специалистов, но за это нужно будет обязательно платить деньги. Пусть даже небольшие, но все-таки это деньги. К тому же это нужно найти хорошего специалиста, который сделает именно то, что вы хотите. Второй способ – это сделать баннер при помощи графического редактора, ну, например, программы Photoshop. Для этого нужно знать и уметь ею пользоваться. Третий способ – это можно создать баннер при помощи специальных программ, это может быть Dreamweaver или другие подобные программы. Но ее нужно устанавливать обязательно на свой компьютер. Я вам сейчас покажу способ, где вы можете создать баннер на бесплатном онлайн-сервисе. Это самый простой, самый дешевый, самый быстрый способ создания баннера. Итак, первое, что нам нужно сделать, это зайти на сайт, на котором мы будем делать наш баннер. Значит, вот здесь у нас есть кнопочка, которая переключает языки. Вот я могу английский настроить, а могу перевести его на русский. Вы можете выбрать тот язык, который вам больше по душе. Я останусь пока на русском. Итак, давайте посмотрим, что здесь есть. Значит, первая вкладка у нас – макет. Здесь можно выбрать три различных баннера. Первый вариант используется, если вы желаете загрузить готовое изображение. Размер баннера будет соответствовать размеру этого изображения. Во втором варианте вы самостоятельно выбираете ширину, вот здесь вот, и высоту пикселей своих. Третий вариант предоставляет возможность выбрать стандартные размеры баннера, те, которые используются в основном в интернете. Вот вы можете здесь выбрать тот размер, который вам больше нравится. Я сейчас остановлюсь на втором варианте и выберу 200 на 200 пикселей. Обратите внимание, когда вы внесли какие-то изменения, чтобы их применить и посмотреть, нажимаем вот эту кнопочку «Изменить баннер». И мы тут же видим, вот тут, вот в этом просмотровом окне, что у нас изменилось. Вот здесь справа у нас есть еще три кнопочки. При помощи этих кнопочек мы можем выбрать фон. Если мы нажмем первую, вот у нас есть цвет, мы выбираем, можем выбрать, ну вот давайте зелененький вот такой. Смотрим «Изменить баннер». И вот наш баннер приобрел ярко-зеленый цвет. Если взять вторую вкладку, здесь будет градиент. Причем вы тоже можете выбирать цвет. Вот один. Ну давайте, к примеру, вот такой возьмем. Я совершенно наобум делаю сейчас. Здесь можно выбрать и режим градиента. Вот вот эти кнопочки. Ну давайте я выберу, к примеру, вот эту. Смотрим «Изменить баннер». И вот то, что у нас получилось. Третья кнопка говорит о том, что вы можете выбрать свой собственный рисунок. Это можно сделать тоже двумя способами. Вы можете выбрать его на компьютере. Для этого нужно нажать вот эту кнопку «Выбрать файл». Или взять из интернета. Для этого нужно указать URL-адрес изображения и вставить вот в эту строку. Я сейчас выберу то изображение, которое у меня есть на компьютере, которое я уже подготовила. Итак, я нажимаю кнопку «Выбрать файл». Ищу то изображение, которое мне надо. Вот мои игрушки. И вставляю сюда. Нажимаю кнопку «Изменить баннер». И вижу, что мое изображение применилось. Если ваше фоновое изображение отличается от размера вашего баннера, то вот здесь вот есть еще кнопочки, при помощи которых можно отредактировать это изображение. Если нажать первую кнопочку, то изображение растянется с учетом размера вашего баннера. Следующие три кнопки будут выставлять ваше изображение слева, посредине или справа, не меняя размера вашего изображения. И последние две кнопки загрузят ваше изображение как плитку, если оно меньше размера вашего баннера. Но я сделала свое изображение точно по размерам, те, которые указала здесь. Поэтому мне здесь ничего менять не надо. Переходим на вторую вкладку. Это у нас текст. Здесь вот вы видите одна строка текста и вторая сейчас задана. Мы с вами сейчас попробуем его отредактировать. Становимся на первую линию и пишем текст, который нам нужен. У меня это мои игрушки. Вот я подставляю сюда. Здесь мы можем выбрать шрифт. Вот нажимаем на вот эту стрелочку. И вот видите, сколько у нас здесь шрифтов, которые мы можем применить. Единственная проблема, не каждый шрифт поддерживает русские буквы. Поэтому вам придется искать и смотреть каждый шрифт, который вы хотите применить. Здесь их очень много. Вот одна вкладка. Вот я сейчас перевела. Видите, другая, третья. Но я остановлюсь сейчас на стоке. Обычный наш шрифт. Вот выберу, к примеру, вот этот. Точно так же мы можем поменять здесь размер. У меня сейчас стоит 26 пикселей. Меня это устраивает. Можем поменять цвет. Я нажимаю левая кнопка мыши на вот этот квадратик и выбираю. Ну вот я хочу, чтобы примерно вот такой вот фиолетовый был. Вот я выбрала его. Мне немножко посветлее надо. Ну вот пусть вот такой будет. Давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Вот я нажимаю изменить мои игрушки. И видите, наша надпись очень большая получилась и выходит за пределы баннера. Поэтому я перехожу сюда, выбираю 22 размер, например, применяю. И вроде бы у меня получилось то, что надо. Теперь я подвожу левую кнопку мыши, зажимаю и двигаю. Нет, оказалось, что мой текст опять больше, чем тот, который мне нужен. Перехожу сюда и снова уменьшаю его. Вот теперь... Нет, надо еще немножечко. Давайте 18 все-таки сделаем. Вот получилось то, что надо. Первую строчку заглавия мы сделали. Переходим на вторую строчку. Здесь я напишу интернет-магазин. Вот у меня это уже есть. Наверное, поставлю тоже значение шрифта. Вы можете тут посмотреть. Здесь возможностей очень много. Сделайте то, что вам нравится. Я хочу вот этот цвет применить и сюда. Поэтому я выделяю его. Нажимаю на клавиатуре Ctrl-C. И вставляю вот сюда. Ctrl-V. И смотрим, что у нас получилось. Вот надпись интернет-магазин. Вот я ее сюда перенесла. И давайте напишем теперь адрес этого интернет-магазина. У меня это было игрушки. Я выберу то же значение шрифта. Вот оно. Наверное, тут тоже поставим 14 пикселей. И тот же цвет выбираю. Так же, как и в предыдущем случае. Нажимаю изменить баннер. И вот вы видите, наша надпись появилась здесь. Вот я поставлю его вот так посрединке. Теперь переходим к следующей вкладке. Воздействие. Нажимаем на нее. И смотрим. Здесь у нас появляются различные эффекты, которые мы можем применить к нашему тексту. Вот у нас линия 1. Значит, мы можем добавить тень. Причем, если мы нажмем вот сюда вот, то мы увидим, как будет располагаться наша тень. Вот даже есть рисунки. Вы можете выбрать то, что вам больше нравится. Я сейчас выбираю вот эту. Здесь мы показываем, на каком расстоянии от нашего текста будет находиться тень. По умолчанию стоит 1 пиксель, я поставлю 2. Цвет этой тени тоже мы можем изменить. Нажимаем на вот этот вот квадратик и меняем. Ну, пусть на вот такой вот темно-фиолетовый. Можно изменить яркость этого текста. Ну, я пока оставлю 100%. Вы как хотите. Следующая вкладка у нас обводка текста. Ну, я пока не хочу ее применять. И цвет нашей обводки. Я эти параметры пока трогать не буду. То же самое я сделаю со второй линией. Ну, оставлю здесь пиксели 1. И цвет поменяю здесь такой, как в первой линии у меня стоит. Третью линию я тоже делаю. Точно так же, как первую и вторую. И смотрим, что у нас получилось. Нажимаем изменить баннер. И вот вы видите, у нас появилась небольшая тень. И она придает некий объем нашим буквам. Переходим на следующую вкладку. Это пограничная. Здесь мы можем задать контур нашего баннера. Вот видите, здесь у нас есть подсказки. Я попробую сейчас сделать именно вот такой вот двойной пунктур. Выбираю цвет. Я выберу тот же цвет, который у меня был на буквах. Точно так же вставляю его сюда. Размер пусть будет 1 пиксель. И второй цвет тоже. Вставлю такой же, как и буквы. Здесь тоже мы можем изменить расстояние, яркость и у первого, и у второго цвета. Нажимаем изменить баннер. И вот видите, у нас появилась уже двойная рамочка. Меня это устраивает. Следующая вкладка у нас формат. Здесь мы можем выбрать формат, в котором будет сохраняться наш баннер. Но поскольку первая вкладка с самым лучшим качеством, я выберу именно ее. Вы можете почитать. Тут все очень предельно ясно написано. И снова нажимаем изменить баннер. Все наши изменения сохранены. Теперь нам нужно получить код этого баннера. Для этого мы заходим вот в эту вкладку. Получить коды. И у нас появляется вот такая страница. Здесь по умолчанию высвечивается сайт, на котором мы делали наш баннер. Нам вот сюда, в эту строку, нужно вставить адрес того сайта, на который будет ввести наш баннер. Я сейчас поставлю сюда адрес своего сайта, чтобы можно было вам показать, как он работает. Итак, я ввожу адрес своего сайта. И обязательно нужно нажать кнопку обновления кодов. Так, наши коды сохранены. Для того, чтобы можно было воспользоваться этим баннером, значит, вам нужно сохранить вот этот код, который находится вот в этой вкладке, где-то у себя на компьютере. И потом вставить его в нужное место вашего сайта. Итак, вы копируете вот этот код. Переходите на сайт, на котором вам нужно установить этот виджет. Устанавливаете в нужном месте. И вот я сейчас покажу. Я у себя на сайте его установила. Вот я прокручиваю. Видите, вот установился этот баннер. Если я сейчас нажму на него, то он приведет нас именно туда, куда мы указали. То есть на главную страницу моего сайта. Вот я нажимаю. И видите, наш баннер отлично работает. То есть он нас привел на тот сайт, который нам нужен. Итак, в сегодняшнем видеоуроке мы с вами научились делать баннер очень легко, быстро, при помощи онлайн-сервиса. На этом наш видеоурок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok